Скорпионы, приветствую вас! Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяц. И первая карта для вас, карта Тройка Пентакли. Тройка Пентакли — это ваш месяц. В начале месяца Высшие Силы дают возможность вкладывать в себя, повышать свою квалификацию или повышать свои знания, обучение пройти какое-то. Даже, может быть, те знания, которые у вас есть, вы можете кому-то тоже преподавать эти знания. И благодаря этому вы можете что-то тоже научиться, вкладывать в себя. Но это тот период, когда вы должны это начинать. Те, которые думают начать чего-то нового, поменять работу или вкладываться в чём-то новое, это тот период, когда вы можете это спокойно сделать. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Это Повешенный. Повешенный показывает, что Высшие Силы дают вам возможность этот период, но вы как-то боитесь. Вы сами даёте себя в жертву. Вы сами даёте в то состояние, когда ничего не хотите менять. Вы думаете, всё-таки произойдётся чудо, и всё в вашей жизни само по себе изменится. Но это нет. Здесь вы должны сами вкладываться. Потому что это те возможности, когда вы можете это сделать. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это Девятка мечей. Осознание. Осознание даже то, что полезно, да, что вы должны выйти, да, из этой подвешенной состояния в начале июня. Да, вы должны понимать, что всё, что не делается в нашей жизни, всё, что не меняется в нашей жизни, всё меняется к лучшему. Да, поэтому постарайтесь начать чего-то новое. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта для вас. Колесница. Стремление принять правильный выбор. Стремление принять правильные действия, да. Здесь у вас, да, идёт новое начало, взлётная полоса. Но всё-таки, всё-таки зависит от ваших действий, да. Если вы будете ждать, да, ничего не изменится, да, ничего, ну, не произойдётся в вашей жизни. Для некоторых здесь может касаться какая-то дорога, да, какой-то переезд, да. И здесь как-то, хотя вы можете, да, куда-то поехать, но как-то у вас тоже есть вот это осознание, да, что может что-то не получить. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Восьмёрка мечей. Вы горите изнутри. Знаете, у вас то состояние, когда проблема, ситуация в вашей жизни, можно решиться, но вы это не хотите видеть. У вас, вот знаете, такое состояние, лучше буду терпеть. Знаете, у вас может быть такие слова, что, ну, видимо, это моя судьба. Видимо, это не получается. Конечно, не получится, если не вкладываться. Конечно, даже один раз не получится, второй раз. Но возможности-то есть. Вам даётся. Это тот период, когда вы можете спокойно вкладываться и не бояться. Самое главное, чтобы убрать ваши страхи. Давайте посмотрим следующая карта. Для вас это карта Рыцарь Пентакли. Ваши страхи. Преодолевание. Вот карта подтверждает мои слова. Преодолеть ваши страхи. Вот эти ваши барьеры и дать тебе возможности, да, принять, да, стремиться сделать правильный выбор вот к чему-то новому. К чему-то начало, да, к каким-то новым шаге вашей жизни. Давайте посмотрим. Следующая карта на конец месяца. Это Десятка мечей. Вот если вы не будете, да, преодолевать вот эти страхи, да, вы не будете осознать, что никакое чудо, да, никакая судьба. Мы можем сами нашу судьбу сменять. То здесь вы вот в конец будете находиться вот в этой состоянии, когда вы будете разочарованы, что у вас это не получилось. Давайте посмотрим следующая карта, да, на конец месяца. Это карта Дьявола. Искушение. Те, которые находятся в отношении, может быть то, что будет то состояние, когда, может, вы не ожидали, что человек по отношению к вам, да, может сделать какой-то болезнь, боль, да, и для вас это будет трудно, у вас будет это, ну, боль, да, не отпускать. Здесь Дьявол ещё говорит о том, что постарайтесь, да, знаете, страхи, которые у вас есть, да, отпускать. Потому что они как-то, они вам даются для того, что может быть, да, не начать чего-то новым, не вкладываться в чего-то новое, да. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Это тройка кубков. Если вы хотите быть счастливы, если вы хотите радоваться каждым днём то, что происходит, тогда нужно бороться, да, убрать, да, преодолевать и идти, да, в что-то новое. Потому что здесь я хочу сказать ещё такое, это касается новой, может быть, работы, да, те, которые хотят менять, это может поспокойно, да, это новый период. Отношения, да, может быть, у вас, знаете, возможность отдаётся, но для вас есть страхи. Может быть, после какой-то, знаете, предательства, может быть, измены для, вы боитесь чего-то начать новое. Поэтому, мои дорогие, конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по новому телефону, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!